Мирон Произошло это так. В мае сидеть в душных аудиториях или библиотеке нет никаких сил. И после занятий Мирон приехал в центр города, чтобы побродить по улицам, зайти в магазин. Спустился на набережную, хотел выпить сока в кафе. И тут-то увидел привлекательную незнакомку, которая растерянно озиралась. Парень был общительным, поэтому сразу окликнул ее. — Девушка, вы кого-то ищете? Может, вам помочь? — Наверное. Она продолжала искать кого-то глазами. Я отбилась от своей экскурсии. Отсюда мы должны были идти осматривать драмтеатр. А я залюбовалась рекой и теплоходами. Смотрю, никого из наших уже рядом нет. — Не беда, драмтеатр совсем рядом. Нужно только подняться вон по той улице, и вы сразу его увидите. — А хотите, мы сейчас посидим в кафе, съедим мороженое, а потом я сам устрою вам экскурсию по городу. Увидите и драматический театр, и оперный, и разные памятники. А потом я провожу вас до вашей гостиницы. Я не в гостинице живу. У тети остановилась. Она и подсказала, что за пару дней осмотреть город лучше всего не самой, а с экскурсоводом. А теперь вот я совсем потерялась. — Не беда, доведу до тетиных дверей. — Как вас зовут? — Ольга. — Очень приятно. Пойдемте? Роман вспыхнул мгновенно, хотя виноват в этом был скорее Мирон. Оля оказалась робкой, сдержанной, немногословной. Но молодой человек сразу понял, что она — та самая девушка, которая ему нужна. Они были знакомы около недели, но Мирон уже сделал избраннице предложение. Оле не нужно было спрашивать благословения у родителей. Мать родила ее рано, причем так и не вышла замуж за отца своего ребенка. Гораздо позже в ее жизни появился другой мужчина, с которым она расписалась. В этом браке родилось двое мальчишек. Девушка всегда чувствовала, что отчим любит ее гораздо меньше собственных детей. А мать точно всю жизнь извинялась перед ним за сам факт существования дочери. В своей семье девочка играла роль няньки для младших братишек. А еще на ней постепенно оказалось все домашнее хозяйство. Собственной комнаты у нее не было. В одной жили мать с отчимом, в другой — мальчишки. А в общей комнате на диване стелила себе постель Оля. Поездка к тете, жившей в крупном областном центре, была для девушки редким праздником. И Оля знала, что если она уйдет из дома навсегда, отчим только порадуется. Девушка познакомила Мирона с тетей, и та одобрила выбор племянницы. Молодые люди подали заявление в ЗАГС и вскоре расписались. Свадьба была тихой и скромной, что даже однокурсники Мирона не сразу узнали, что он женился. Молодожены просто посидели с самыми близкими друзьями в кафе и подняли бокалы с шампанским. Пока Мирон не получил диплом, они жили у тети Оли, а потом уехали на родину супруга. В свое время Олю очень удивило, что мама мужа не только не приехала на свадьбу, но, как выяснилось, она даже не знала о том, что сын женился. — Ты хочешь меня от нее скрывать? — спросила Оля у мужа. — Нет, что ты. Просто у мамы больное сердце. Я не хотел заранее ее волновать. Поверь, она нашла бы тысячу поводов для беспокойства. Начиная от организации свадьбы и заканчивая тем, на какие средства мы будем жить. Начала бы мерить давление, пить лекарства. А тут все уже позади. Приехали сразу сын и дочка. Ты ж теперь для нее как дочка будешь. Мирон ласково обнял жену. Но про себя он знал, что все не так просто. Мирон был лучом света для своей матери, особенно после того, как у нее умер муж. Светлана Павловна, уже не молодая, грузная, страдающая стенокардией, спасалась тем, что пыталась все в жизни контролировать. Так, она еще зимой точно знала, какие сорта огурцов и помидоров посадит летом на даче. Заранее отложила достаточную сумму, чтобы давать Мирону ежемесячно деньги на жизнь, пока тот учится в чужом городе. Все внезапное, внеплановое выбивало женщину из колеи. Она волновалась так, что это заканчивалось вызовом скорой помощи. Четкие планы были у Светланы Павловны и относительно будущей избранницы сына. Конечно, лучше бы, чтобы ее мальчик начал встречаться с дочерью общих знакомых. Но если нет, если он просто встретит где-нибудь хорошую девушку, пусть их отношения развиваются постепенно. Никаких гражданских браков. Пусть по старинке приглядываются друг к другу, ходят в кино, гуляют в парке, взявшись за руки. Потом пусть сын приведет подругу домой, представит матери, чтобы и Светлана Павловна могла сказать свое веское слово. Материнский совет еще никому не вредил. За плечами у старшего поколения опыт. Мать точно подскажет, сможет ли девушка стать хорошей женой или лучше расстаться с лентяйкой и вертихвосткой. А тут на тебе! На пороге загорелый, веселый Мирон с огромной сумкой и рядом с ним серьезная, неулыбчивая девушка. — Мама, это моя жена Оля, — говорит сын. Когда Светлана Павловна узнала, что это не просто подружка, молодые люди действительно расписались, она попыталась все же изобразить приветливую улыбку, но в душе оставалась настороженность. Оля не была ни транжирой, ни лентяйкой, она взяла на себя самую тяжелую домашнюю работу. Но Светлана Павловна и тут не смогла расслабиться. Думала все время, что невестка хочет ее выжить из дома, хочет поскорее прибрать хозяйство к своим рукам, показывает, что и без меня прекрасно справляется, точно выживает из собственного дома, — думала она. А вскоре сын с невесткой пришли к ней с неожиданным предложением. К тому времени оба уже работали. Мужчину взяли юристом в крупную фирму. Ольга тоже устроилась по специальности. Она окончила педучилище и теперь получила место учительницы начальных классов. «Мама, а давай продадим квартиру и дачу и купим дом за городом», — предложил Мирон. «Конечно, придется вложиться, но у нас будет много места. Ты целые дни станешь проводить на свежем воздухе. Но не годится это годами торчать в многоэтажном человейнике. Ты только не волнуйся, вместе будем смотреть варианты. Сколько денег не хватит, возьмем кредит». Женщина вначале засомневалась, а потом, после долгих размышлений, все же согласилась. Подходящий дом с большим участком нашли быстро. Напрасно Светлана Павловна волновалась, что ее загонят в какой-нибудь угол. Теперь у нее была светлая, просторная комната, окна, которые выходили в сад. По лестнице туда-сюда ходить не надо, так что даже с больным сердцем можно сколько угодно раз в день навещать клумбы с пионами и ирисами, обедать и ужинать на свежем воздухе в просторной беседке. Светлана Павловна стала заметно лучше выглядеть, немного похудела, на щеках появился румянец. Она была бы и совсем довольна жизнью, если бы не молчаливая невестка. Не нравилась ей замкнутость девушки. — Твоя жена меня терпеть не может, — жаловалась она сыну. — Ну что ты, — смеялся Мирон, — просто у нее такой характер, говорит мало, зато слушать любит. Действительно, Светлана Павловна могла без конца рассказывать Оле о детстве и юности, о судьбе своих подруг и обо всем том, о чем так любят поговорить немолодые люди. Невестка не отмахивалась, не торопилась скорее уйти и заняться своими делами, а терпеливо слушала свекровь. Мирон постепенно втягивался в работу, нагрузки возрастали. Настал момент, когда его отправили в длительную командировку. Время было не слишком удачное, матери потребовалось очередное лечение. Сначала врач хотел положить женщину в больницу, но, уступая ее просьбе, согласился на дневной стационар. Оля вызвалась отвозить свекровь в больницу утром и забирать ее к обеду. Но в первый же день все пошло кувырком. Светлане Павловне поставили несколько капельниц, сделали назначенные процедуры. Она немного отдохнула в палате и к двум часам, как и условилось с невесткой, вышла на больничное крыльцо. Постояла немного, но молодой женщины все не было. Светлана Павловна прошлась по больничному городку, вышла за территорию, села на лавочку у входа. Миновать ее было никак нельзя, но никто за ней не приезжал. Хотя больница и находилась на окраине города, тут было многолюдно. Район активно застраивался, рядом с клиникой располагалось несколько автобусных остановок, мини-рынок. Люди приезжали и уезжали. Но напрасно Светлана Павловна высматривала знакомую фиолетовую машину. В конце концов, она расплакалась. Сначала возле Светланы Павловны остановилась одна проходившая мимо женщина, потом другая, третья. Все спрашивали, что случилось, не нужна ли помощь. Светлана Павловна не могла больше сдерживаться. Она должна была выплеснуть все свои сомнения, все страхи. Ей жизненно необходимо было кому-то пожаловаться, пусть даже незнакомым людям. Невестка меня со Свету сживает. Она размазывала по щекам слезы. Я сына одна вырастила, всю жизнь ему посвятила. Мирон для меня свет в окошке. Думала, найдет хорошую девушку. У меня и дочь появится, а потом внуков буду воспитывать. Нет, с матерью не посоветовался. Отыскал невесть кого. Невестка на меня смотрит волком, слова лишнего не скажет. Сегодня вот отвезла в больницу и бросила. А я ни адреса домашнего не помню. Мы же недавно переехали, ни денег у меня нет. Что теперь делать? И сыночек мой в командировке. Вот же гадина! Нашла время специально, когда сына нет и некому меня будет разыскивать. Господи, да за что же мне такое наказание? Прохожие качали головами. Среди них нашлись те, кто оплатил бы такси для Светланы Павловны. Но ведь женщина не помнила, куда ее надо везти. Ей посоветовали вернуться в больницу, ведь у доктора карточки записан и ее адрес, и контактные телефоны родственников. Но тут рядом затормозила машина. И к Светлане Павловне поспешила молодая элегантная женщина. «Узнаете меня? Я приходила к вам в гости несколько раз. Я подруга Оли, Мила, Волкова. Она попросила вас встретить и отвезти домой. Дала вот мне ключи». «Ну вот, видите, все благополучно и разрешилось», сказала одна из женщин, которая еще недавно бегала для Светланы Павловны в киоск за бутылочкой воды. «Сейчас вас отвезут по адресу, и вы не потеряетесь. Успокойтесь». Мила усадила пожилую женщину в машину. «А Ольга-то где?» – с недоверием спросила женщина. «Понимаете, тут такое случилось. Оля, когда проводила вас до больницы, на обратном пути зашла в аптеку. И тут ей стало плохо. Она потеряла сознание прямо рядом с кассой. Вызвали скорую. Олю отвезли в больницу. Сначала думали, что у нее просто неожиданно упало давление. Но когда она пришла в себя, сообщили, что беременна, уже второй месяц. Ее срочно отправили в гинекологию, а там сказали, что нужно полежать на сохранении. Как только Оля окончательно пришла в себя, она тут же вспомнила про вас. Позвонила мне, попросила отвезти вас домой. Она очень переживала, что вас подвела. Да что там, замахала руками Светлана Павловна. Чай не маленькая, справилась бы. Ты мне лучше расскажи, как она сама. Врачи что говорят? Понимаете, я подробностей еще не знаю. Но вроде бы ничего страшного нет. Просто надо поддержать организм. Поделают ей всякие уколы несколько дней и отпустят. Поскольку семья Светланы Павловны жила теперь за городом, добирались до дома они с Милой около часа. И многое за это время свекровь обдумала. Перед глазами стояла худенькая Оля, которая будто пряталась за спиной Мирона, когда тот ее представлял. А это мама, моя жена. Вспомнила Светлана Павловна и ненавязчивую заботу Оли. Та никогда не позволяла свекрови делать трудную работу. Мыть полы, носить сумки из магазина. Тем паче заниматься генеральной уборкой. Так же молчаливо, без лишних слов, бралась за все сама. Мыла, чистила, стирала. Подруги Светланы Павловны не раз жаловались ей на своих невесток. Одна себя любит, не вылазит из фитнес-центров, всякие маникюры-педикюры, парикмахеры-косметологи. Другая требует везти ее отдыхать за границу. Мужа совсем загоняла, ежечасно попрекает, что он мало зарабатывает. А свекрови для нынешних невесток вообще не люди, особенно если пожилые женщины небогатые и не смогут обеспечить молодых квартирой, машиной, дачей. А Оля вроде не такая, бедная Оленька. Сама в больницу попала, а обо мне вспомнила. Дай Бог, скоро внук или внучка будет. Лицо Светланы Павловны расплылось от умиления. Она уже представляла, как будет вязать малышу крошечные чепчики и пинетки, гулять с коляской, а позже читать сказки, да и просто держать на руках, обнимать тёплой тельце ребёнка. Это ведь такое счастье! Напрасно, наверное, на невестку наговаривала и обижалась. Когда Оля вернулась из больницы, она ещё раз попросила прощения за то, что подвела свекровь. Но Светлана Павловна поцеловала её и, в свою очередь, извинилась за всё. Давай мы с тобой, доченька, приготовим праздничный ужин к приезду Мирона. Сказала она. А потом сообщим ему нашу главную новость. Мирон вернулся поздно вечером. Уже с порога он почувствовал необычную для их дома атмосферу. Из кухни доносился смех. Его мама и Оля о чём-то оживлённо разговаривали. Когда он вошёл, обе женщины замолчали и переглянулись с загадочными улыбками. На столе горели свечи, пахло его любимым пирогом с капустой. Сынок, начала была Светлана Павловна, но Оля мягко взяла её за руку. «Мама, давайте вместе!» И они произнесли хором. «У нас будет малыш!» Мирон застыл на месте, переводя взгляд с жены на мать, а потом крепко обнял их обеих. В этот момент все трое почувствовали, что теперь они по-настоящему одна семья. Та самая тихая Оля, которая прежде пряталась за спиной мужа, незаметно соединила их сердца своей неброской добротой, чутким вниманием и искренней заботой. А через полгода в их доме появилась маленькая Светлана, названная в честь бабушки, и теперь уже никто не помнил о прежних обидах и сомнениях. Все они растворились в безграничной любви к той, которая сделала их семью полной.